Забавно так стоит автоматически этот автофокус. Но поговорим о цветах жизни. Давай об эту тему задвину легко, на 10 минут распишите. Давай, у нас есть полторы минуты. Цвета жизни. Каждый человек воспринимает свою жизнь в своем цвете. Своего рода шаблоны, своего рода очки. Говорят, как наркоман в розовых очках. То есть не видишь своей реальности. Важно, получается, какой-то воображаемый мир. Если он даже есть, если он не проявлен физически, то в него сомневается верить. А за физическим миром стоят огромные надстройки, как айсберг маленький в море. Сверху-то маленький, а там очень много. Но там, где очень много, это все общее. И каждый человек, как сторонний наблюдатель, сам создает своими очками, своими красками жизни свою реальность. И да, вроде как и беспредел этот творится. Но значит, он имеет место быть. То есть, получается, понимаешь как? Если ты доверяешь Богу, то доверяем ему полностью. Если он создал в этой жизни что-то такое, как воя, войну, смерть детей, педофилов и прочая хрень. Значит, оно так и должно быть. Что поделаешь? То есть, Бог познает себя в расширении, в любом опыте, где находится наблюдатель. Ну и значит, ему это интересно. Он спит самому себя. Ему больше, по сути, заняться-то нечем. И поэтому смысл жизни каждый сам себе находит, через какие очки смотреть. И проводить этот момент здесь и сейчас. 10 секунд. Итог. Итог. Выбирайте очки себе сами. Вот. Звоните мне, я подберу очки. Я просто прав.